Обилие солнца и осадков в нашем регионе создают хорошие условия для произрастания не только культурных растений, но и сорняков. Один из самых вредоносных – амброзия полонолистная. Она ухудшает внешний вид городских улиц, портит сады и огороды, но главное – пагубно влияет на здоровье человека. Амброзия полонолистная приносит большой вред не только окружающей среде, она очень пагубно влияет на человека. Она вызывает аллергические реакции у человека, повышается давление, появляются головные боли, головокружение, человек себя плохо чувствует, он становится нетрудоспособен. Помимо того, как влияет она отрицательно на организм человека, большой вред амброзия полонолистная наносит сельскому хозяйству. Она иссушает почву, забирает большое количество питательных веществ с почвы, засоряет семенами большие площади. Одно растение – амброзия полонолистная способна сформировать за сезон до 80 тысяч штук семян. Жизнеспособность семян очень большая, она может храниться в земле до 5 лет, а потом сходить. И еще семена могут произрастать даже в молочной спелости, то есть не вызревшей. Амброзия уже растет, конечно, она относится к теплолюбивым растениям уже в начале мая, в нашей зоне появляются сходы, в конце мая уже она хорошо вегетирует и сейчас образуются цветоносы, она скоро зацветет. Наступил сезон борьбы с нежелательной растительностью. Здесь используют разные средства и методы. На территории города Лобинска с 1 июля по 30 августа 2015 года объявлен двухмесячник по борьбе с карантинной и сорной растительностью. Контроль за ходом проведения санитарных мероприятий будет осуществлять специально созданная комиссия. Прошло первое установочное совещание, цель из задачи которого дать основные направления работе по содержанию городских территорий, а именно борьбе с карантинной растительностью. Не секрет, что лето в этом году выдалось влажное, очень много выросло сорняков. В городе есть люди, которые болеют аллергическими заболеваниями, легочными заболеваниями. И, как показывает практика прошлых лет, сейчас начнется пик обращений. Вот для того, чтобы снизить этот негативный фактор, было разработано постановление главы администрации Лобинска городского поселения о работе данной комиссии. В состав комиссии вошли председатели советов микрорайонов, управляющие организации и специалисты администрации. В обязанности всех этих людей входит именно контроль по содержанию гражданами, предприятиями территорий, придомовых территорий, прилегающих территорий, прилегающих предприятиям, по тому, чтобы на них не произрастала, в частности, амброзия. Администрация Лобинска городского поселения будет проводить подобные совещания, только далее они будут выездные. Будет разрабатываться маршрут в взаимодействии с контролером от фотосанитарного надзора, с инспектором. Будем выезжать и осматривать, если будут какие-то замечания, прямо на месте будем разбираться, выписывать предписания, акты составлять, соответственно, привлекать к ответственности. Амброзии и других вредоносных растений в городе быть не должно, поэтому с теми, кто не откликнется на просьбу удалить сорняк, будут бороться с помощью штрафов. У тех жителей, физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц на территории земельных участков, в которых обнаружен карантинный сорняк, конечно, применяются меры с нашей стороны. На юридических лиц выписывается штраф от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных от 500 до 1000 рублей, на индивидуальных предпринимателей тоже самое идет от 500 до 1000 рублей и на физических лиц от 300 до 500 рублей. Кстати, в последние годы все больше горожан предпочитают содержать свои территории в порядке. На месте необработанных участков, заросших сорняком, все чаще появляются цветочные клумбы. Такое отношение к окружающей среде помогает Лобинску оставаться красивым, а горожанам здоровыми.